Слава Господу, друзья! Сегодня прекрасный вечер, и я радуюсь, что я вместе с вами. Я когда-то посещал вашу церковь, и мне очень нравится быть с вами. Пусть вас Бог благословит. Мы недавно приехали, как вы знаете, в Миссия Бухусмотрит, мы работаем уже в 35 странах, недавно с Пакистана. И у нас есть фильм, неплохой фильм. Вы увидите, где 7 тысяч людей принимает Иисуса Христа. Там очень интересна, друзья мои, ситуация, где люди сейчас каются, и большое пробуждение. Наш друг имеет служение, там 10 тысяч членов, и нету места такого, чтобы собраться, поэтому они собираются на улице. Служения, друзья, идут утром и вечером. С понедельника по воскресенье нету выходных. Бывшие мусульмане, они научены молиться. Бывшие мусульмане любят Господа. Их Бог спас. Их Бог оправдал. Евангелие один ставит рупор такой, и в 4 часа утра час целый и так проповедует, потом духом молится, языками, аллилуйя, поет песни. И это делает так каждый день без выходных. Молитвенные служения, друзья, такие, не как у нас, на лавочке сидеть спокойно, там сидят на полу. Женщины все, в каждом Библии, Библия обрисована вся, все, подчеркивают, места. Очень интересуются. Господь им является ночью. Ищут Господа. Знаете, причина какая? Потому что, когда ты не знаешь, если ты сегодня выйдешь с этого здания или нет. Думаю, друзья мои, очень, есть у нас много свидетельств, где Бог чудесным образом спасает людей. Слава Иисусу! Друзья мои, сейчас с братьями отправляемся в Танзанию проводить служение. И там 600 пастырей будут поститься 40 дней. Для того, чтобы люди каялись. И мы 11 февраля улетаем и приехали. Если вы можете поддержать нас молитвенно, финансово, мы очень благодарны вам будем. Друзья, у нас также в миссии есть одно такое служение, которое открыли сейчас. Оно новое. У нас есть и центры, и реабилитации, и детские дома. Называется PrayRequest. То есть, если вы видите на GodwillProVide.org, там будет PrayRequest. Что это значит? Когда вы заполняете... Я был здесь, уже три пришло послания. Когда вы заполняете эту нужду вашу, если у вас есть нужда какая-то, может, у вас дети в миру, может, что-то у вас болеет ваше сердце. Сегодня так более к детям направлено, может, дети в вас нуждаются в помощи. Вы можете заполнить. Оно приходит туда ко мне, мы молимся из 9 до 12 каждый день. И это идет в Пакистан, имейл, это идет в Африку. Они распринтовывают их, и потом уложат в церкви, и возносят молитву. Говорим, Господи, вот это нужно наших братьев, они написали, ответь. И Господь, друзья мои, отвечает. Есть потрясающее свидетельство, где Бог отвечает на все нужды. Слава Иисусу! Друзья, поэтому вот такие у нас нужды есть и у вас. Значит, я не буду больше рассказывать о свидетельствах, друзья мои, но сегодня, так как братья сказали, что нужно говорить к детям. Знаете, и вот я вам и скажу немножко, свидетельству. Когда мы были в Пакистане, я увидел полный автобус, набитый такими мальчиками, 14-15 лет. И знаете, что они делают? Я говорю, а куда вы везете их? Интересно. Говорит, я тебе сейчас расскажу историю. Родители их посвящают Аллаху. И они их отдают, знаете, куда? На 4 года, чтобы их учили в храме, и просвещение им мозгов было, что они должны убить христианина или убить, значит, еврея, тогда гарантировано Царство Божие. А так под вопросом стоит, спасешься ты или нет. Ну, если ты уже убьешь человека, вот, такого, как мы с вами, или белого, значит, тебе гарантировано Царство. Значит, их 4 года там учат, когда им остается уже под 18 лет, их отправляют в школу, и они учат, как правильно стрелять с автоматом, стрелками быть. И вот представьте, друзья мои, тысячи-тысячи мусульман, это Пакистан, это Афганистан, другие, Иран, Ирак, они занимаются такими вещами, где они готовят, друзья мои, убийц, чтобы убивать человека. А теперь нам вопрос задается, друзья, сегодня служение для детей, да? Какие мы сосуды с вами, кого мы готовим, и можем ли мы подготовить так миссионеров, служителей, чтобы они были помазаны Евангелем, проповедовать Евангелие Божие. Поэтому, друзья мои, нам нужно очень задуматься, мы это видели своими глазами, я удивляюсь, они все в маленьких шапочках такие, знаете, все непослушные, все, едут туда, и там им вот учат, готовят для того, чтобы, значит, служить Аллаху. Это люди в заблуждении. Но мы сегодня, друзья, имеем Господа, мы имеем Иисуса Христа, мы имеем Духа Святого. Но, друзья мои, нам нужно очень задуматься, какой мы сосуд в руке нашего Иисуса Христа. Итак, друзья мои, как это служение, вот у вас вечернее, тема моего служения – чистый сосуд в руке Божьей. Какая у нас любовь, друзья мои, корыстная или бескорыстная? Вопрос я хочу задать и в себе, и вам. Мне, друзья мои, как-то мысль такая идет, и думаю, Господи, а вот за что ты нас полюбил? И вот, друзья мои, знаете, вот, помните, когда Давид пришел, маленький мальчик, пришел в стан, где было там сражение. Брать его сказал, зачем ты пришел сюда посмотреть на нас, мы здесь воюем, мы такие воины, знаете, а ты на кого оставил овец своих, почему ты сюда пришел, ибо знаю дурное сердце твое. Но он не знал, знаете, одного, что в этом мальчике пребывает Дух Святой. Часто мы можем ошибаться, друзья мои, думать, что маленькие дети, они еще ничего не знают, а вот мы знаем, а в них, друзья мои, Бог может жить. И вот этот маленький мальчик, интересно, задал вопрос, друзья мои, а что будет и какая награда будет тому, кто убьет этого великана? Интересно. Все же человек устроен так, друзья мои, что мы должны за что-то работать или сражаться за что-то, да? И когда Моисей вел народ израильский по пустыне, то Господь сказал и дал обещание, вы когда войдете в обетованную землю, там будет молоко и мед, будет такая красота, понимаете? Даже 12 человек ходили, посмотрели землю, хорошо, все. Видите, друзья мои, и следующее еще одно, когда апостол Петр подошел к Иисусу и сказал, Иисус, а что нам будет с того, что мы ходим за тобой? Какая награда? Говорит, сядете со мной судить 12 колен Израиля. Но он ему не сказал, что Петр, если пойдешь за мной, меня распнуть, а тебя повесят. Это он не сказал, друзья мои. Да и Иосифу не сказали, что он в тюрьме будет сидеть. Очень интересно. У Господа есть такие тайны, он не говорит нам, чтобы нас возрастить в Сына Божьего, в Иисуса Христа, чтобы у нас была сила на нас. Друзья мои, интересно, что я хотел бы спросить у нас, мы любим Иисуса за что-то, за то, что Он нас вот что-то сделал. Мы любим то, что Царство нам даст. И мы просто любим Его, потому что Он нужен нам. Знаете, друзья, когда мы живем с женами своими в семье, и часто покупаем подарки женам, мужьям. И знаете, в момент такой однажды жена мне сказала, как мне нужен ты сам. Я люблю тебя, друзья мои. Вот знаете, есть такой у меня случай был интересный, мне рассказывал брат. Когда-то он был машинистом и ехал на электровозе, его напарник был неверующий человек. И он ему задал вопрос, говорит, такая тишина, спокойно, так едем, говорит, шум колес. И задал вопрос, говорит, Коля, а вы вообще Иисуса любите за что-то? Он говорит, да, Он нам умер за нас. Он воскрес. А Он что-то Вам пообещал? Да, Он пообещал Царство Небесное. Знаете, я говорю, а вот мой отец, он умер, и Ему ничего никто не обещал, но Он защищал нашу Родину. Ну, это было раньше, давно. Говорит, все же мой отец, наверное, благороднее вас, христиан, потому что Он ни за что пошел просто, просто пошел, чтобы, может, мы здесь ехали с тобой, и был у нас мир. И этот брат сказал мне, что, знаешь, говорит, мне пришло просветление. Я просто покаялся, сказал, Иисус, а за что Ты нас полюбил вообще? Мы что-то сделали Тебе? Да ничего мы не сделали, друзья мои. Иисусу мы ничего не сделали. Мы были далеки в Его грехах, но благодарение Господу, что Он нас спас, Он нас оправдал, и Он нас полюбил ни за что, друзья мои. Поэтому очень важно, друзья мои, иметь эту любовь Агапе, которая любит. Она бескорыстная, друзья мои. Она чистая, она святая. Поэтому, знаете, более всего мне бы хотелось, не то, что я знаю, что будет с Иисусом прекрасно, Царство Небесное и тому подобное, но самое главное, друзья, нам сам Иисус нужен. Что, если даже будет все красиво, все прекрасно в Царстве, но нету Его, друзья мои, оно все ничто. Поэтому для нас, друзья мои, христиан, очень важно иметь жизнь вечную и иметь Иисуса. Друзья мои, я хочу прочитать несколько мест. Здесь написано Исаия, 6-й, 8-й стих. И тогда прилетел ко мне один Серафимов. В руке в него был горящий уголь, который взял клещами жертвенника и коснулся моих, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос, говорящий, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, меня пошли. Деяния святых апостолов, 9-й, 9-й, 11-й стих. Три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске один был ученик именем Анания. И Господь в видении сказал Анания, сказал я, Господи. Господь же сказал ему, встань, пойди на улицу, так называемую, прямую. И спросив Иудину, доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. Слава Иисусу! А в Большом доме, здесь Тимофея еще прочитаем, в Большом доме есть сосуды, не только золотые, серебряные, но и деревянные, глиняные, одни в почетном, другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, чести, освященным благопотребным, владыке годным, на всякое доброе дело. На всякое доброе дело. И так, друзья мои, знаете, кто самый чистейший сосуд был? Один человек имел такое откровение, знаешь, говорит, вот на небесах даже люди, которые ходили близко с Богом, они, никто из них не исполнил волю небесную. Илья, Павел, все имели ошибки, друзья. И говорит, есть только один, кто исполнил волю Божию, это Иисус. Слава Ему! Друзья мои возлюбленные, когда была там задача очень сильно на небе, как спасти, кто пойдет, кто откроет эти семь печати, не мог даже посмотреть и взглянуть. Но Иисус Христос, покорившись свою волю Отцу Небесному, Он сказал, я пойду и исполню, я умру за них. Друзья мои, Ему Отец ничего не пообещал, не сказал, что я тебе что-то сделаю. Он просто из любви, друзья мои, спустился вниз, родился, принял плоть, имел, друзья мои, все эти жизни на всей земле, но Он был послушный Отцу. Итак, друзья мои, придя Иисус, Он показал пример, и только один пример, Он может нам быть примером для нас, что мы можем идти по следам Его. Видите, друзья мои, когда мы читаем пророка Исаию, допустим, мы понимаем, что это пророк, мы понимаем, что это Божий человек, так много написал, такой сильный был пророк, его перепилили даже пилой деревянной, Он в мученической смерти умер. Но, друзья мои, в Него были ошибки, и Он не говорил слова от Господа, то, что Бог хотел через Него. И когда Он увидел, друзья мои, вот эту картину, когда там много серафимов и эту славу Божью, Он упал, как мертвый, сказал, погиб я, ибо я человек грешный, дай живу среди народа, с нечистыми устами, и глаза мои видели Господа. И когда ангел прилетел, коснулся уст его, говорит, беззаконие твое очищено. Значит, друзья мои, в чем дело? Когда Озия жил на земле, и Исаия жил вместе с ним, Озия был этот царь, он закрыл глаза, и он не видел Господа, и он не мог проповедовать Евангелие Божие, потому что он был под покровительством этого человека. Но когда была убрана эта ограда, друзья мои, тогда он увидел Господа. И после того он начинает проповедовать Евангелие, после того он начинает служить Богу, и он возвещает о Иисусе Христе. Потому, друзья мои, я хочу сказать, мы хотим детей наших научить. Я хотел бы обратить внимание, что мы должны быть сосудом чести, благопотребным, чистым для разумного служения Богу. Чтобы дети наши увидели в нас пример, чтобы дети пошли к Иисусу Христу, нам нужно показать. Нам нужно показать им, что мы молимся. Нам нужно показать, что мы имеем Господа внутри. Наша жизнь должна быть чистая, друзья мои, перед Иисусом Христом, перед Богом. И здесь, друзья мои, самая печальная глава, знаете, сосуд был тоже. Печальная глава, Деяния святых апостолов, пятая глава, где Сафира и Анания, они, знаете, утаили цену, делали обман, и это действительно повлекло их к греху. Они погибли. Но что произошло, друзья мои? Какой это сосуд? Это были не чистые сосуды ихние. Но Господь очистил церковь. И после того началось великое движение. Сила Божья касалась в этом. И священники многие покорились. Церковь пришла в страх. Но сегодня, друзья мои, когда Дух Святый слабо работает, или церковь нищая, как написано в Откровении, ты думаешь, что ты разбогател, имеешь все недостатки, все у тебя есть, а не знаешь, что ты беден и нищий, и советую тебе купить серебра, тогда, друзья мои, здесь вопрос не работает, и все тихо, спокойно. Знаете, когда Дух Святый работает, Он обличает, Он говорит, друзья мои, вот сегодня, друзья мои, вышли в служение. Вы размышляли о Господе? Вы говорили, Господи, я хочу, чтобы Ты сказал мне что-то. Мое сердце так жаждет Тебя. Я люблю Тебя, Иисус. Я хочу хватиться за Тебя и видеть Тебя, слышать Тебя. Или просто вышли по обыкновению, вот, братья, здесь что-то скажут, помолимся и пойдем. И мы привыкли так, друзья мои, это очень опасный путь. Поэтому желание сердца моего сказать вам, друзья мои, давайте служить Господу. Давайте, потому что времена сегодня последние, друзья, сегодня очень опасное время. Сегодня нужно так держать Иисуса, не каждую минуту и каждую секунду, чтобы Он был рядом с нам, чтобы Он был центральным в нашей жизни. Итак, друзья мои, был такой второй человек, Анания, в Дамаске. Он был хорошим христианином. О нем не говорится так много. Может, был он просто рядовой человек, который молился в доме своем. И вот он видит ангела, который говорит, «Анания, придет к тебе Павел, торсянин». Он уже сейчас другой человек. Он теперь, друзья мои, молится. До того не было слышно, чтобы он молился, он имел письма, он имел все дела, которые совершая, но вот коснулся его Господь. Интересно, друзья мои, когда касается Бог человека, друзья, слушайте, да? Он знает авторитет Божий. Смотрите, он не дал, Анании ничего не спросил, не сказал ему, «Анания, кто ты такой? Какой ты образованный, с какого ты братства? Вообще, что ты себе представляешь? Я образованный человек. Я встретился с Господом. Он мне сказал, я слышал, я видел». Он этого не сказал, друзья мои. Знаете, друзья мои, когда мы встречаемся с Господом и встречаемся с Божьими людьми, мы понимаем, что эти люди посланы в нашу жизнь. И потому он склоняется, и он назвал ее уже брат Саввел. Господь дает тебе исцеление. И он увидел его, и прославили, и вместе два брата, друзья, Анания и Павел, они стоят сосудом чести, благопотребным, владыки для служения. И вот через такого небольшого, малого человека он благословляет такого великого служителя, где он написал пол Евангелия. И мы сейчас читаем большие откровения, друзья мои. И следующее, друзья, событие, получается, еще один сосуд был чистый, это Тимофей. Сегодня я хочу обратиться к бабушкам, я хочу обратиться к мамам, я хочу к вам, сестры, обратиться. Знаете, там вот у нас проводят конференцию, и написано, что тугезер. Мама и дочь, мама и сын. Вы знаете, на вас, я вам скажу, что мы мужи, и такие сильные, здоровые, работающие мужи. Я отец четырех детей, у меня два сына и две дочери. Но я вам скажу, я, конечно, воспитывал их, вот, мама, всегда моя жена пугала их, если приедет папа, я раньше на траках ездил, не был уже в служении. Вот приедет, он вам даст вот сейчас. И они потом молятся, там, просят мамочка, не говори папе. Я их никогда не бил, но пугала она мной, что приедет папа, и он вас поставит на место. Но, друзья мои, я вам скажу честно, всю жизнь и детей, это она была, как ее разъяренная львица. Она их, где ты сейчас, где ты едешь, куда ты едешь, что ты, в церковь тянет, и на трубах играет, и в хор, в хоре поют, она привезет, а сама ездит по улицах там, и все, чтобы дети были в церкви, в церкви, в церкви. И сегодня, друзья мои, если вы их приучите к церкви, они будут служители, они будут помазаны, они будут миссионеры, они будут, друзья мои, дорогие мамы, я хочу обратиться к вам и сказать, дорогие, обратите внимание на то, чтобы воспитать и служителей. Да, у них были ошибки, и я так думаю, что если бы Наташа, моя жена, они бы там поженились, я даже знаю, на ком бы они женились, и что бы это было, это просто ужас был, но благодарение Господу, и служить Господу, и она их как бы отвоевала непростой войной, друзья мои, это борьба, это духовный, а сегодня мир, насколько, друзья мои, идет, мне даже, вы знаете, не поворачивается, язык говорит, служителя, вот, дочь, там, выходит замуж за девушку, и это ужас, пришла, говорит, папа, вы меня благословите. Друзья мои, это просто ужас, что это находится в наших церквях, это писятники, и сейчас забрали, молятся, постятся, но лучше, друзья мои, сейчас, когда дети ваши маленькие, их воспитать. Еще, друзья, я хочу подметить, что я прочитал, что апостол Павел, когда он прошел этот путь очищения, и стал сосудом чести, ему Господь дает сына, и сын этот, звется Тимофей. И знаете, он, когда, у воспитания, разница была 35-40 лет, где-то примерно так, может, больше, меньше. Но, друзья мои, насколько Тимофей видел, как апостола Павла избивали, он был в тюрьме, он знал, что его ждет, но он, друзья мои, что-то увидел в этом муже, в этом старце, то, что, может, другие не видели. И знаете, что он сказал под мете, главная мысль была, я, говорит, уверен, что вера, которая в твоей бабушке и в маме, она и в тебе. Дорогие друзья, братья и сестры, можете вы сказать, что я уверен, ту веру, которую мне передали родители, или, может, вы еще не были верующими, может, вы получили от Господа, я ей хочу передать моим детям. И сегодня, друзья мои, очень важно знать, где мы находимся, в каком положении, имеем ли мы веру в эту. Можем мы сказать, что я знаю, Искупитель жив. Можем мы сказать, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. Можете ли вы посадить детей, и сказать, один отец посадил, сказал, я хочу тебе сказать историю. Если ты сейчас не остановишься на пути своем, тебе будет вот такой путь. Но если ты сейчас послушаешь меня, я тебе нарисую сейчас другой путь. И если я сейчас помолюсь за тебя, и свяжу даже всякую бесовскую силу, которая мучает тебя, то ты будешь иметь награду, и ты будешь иметь спасение. И этот отец, друзья мои, молился, и эти сыновья верующие сейчас. Слава Иисусу! Друзья мои, и здесь очень важно. Апостол Павел дает наставление, он говорил, Тимофей, храни себя. Тимофей, убегай. Тимофей, передай. Тимофей, благослови. И он насколько уже был подготовленный человек, что Господь дал ему этого сына, его он воспитал, епископом он умер, друзья мои, уже Египта. И, значит, Тимофей был, где 10 тысяч людей управлял церковью, он был очень сильный, помазанный Богом, человек, который апостол Павел наставил. Итак, сегодня я хочу обратиться к вам, мое время походит к концу. Друзья мои, какой мы сосуд в руке Божьей нашей? Можем ли мы сказать, что, Иисус, я хочу быть еще чистым сосудом, может, я был глиняный, может, я был деревянным. Понимаете, Коринфянам 3 глава, говорит, смотрите, что мы строим. Смотрите, друзья, есть там материалы, знаете, дерево, сено, солому, оно сгорит. Ясно, что дерево от огня сгорит, да, друзья? Солома сгорит, ясно, но не надо проверять. Ну, друзья мои, камень драгоценный, там золото, серебро, оно пройдет очищение, оно будет чистое. Вот сегодня, друзья мои, нам нужно быть сосудом чести. Если у нас не было сосудом чести, друзья, скажем, Иисус, мы просим Тебя, дай нам, чтобы мы были примером для наших деток, чтобы мы были действительно примером для нашего поколения, чтобы они брали пример с нас, чтобы они и шли за Тобой, и служили Тебе. Мы очень жаждем. Друзья, знаете, мы работаем с центром реабилитации, и их нас 20, 5. У нас есть журнал, я даже там оставлю, если вас нету. Вот там есть, вот здесь, особенно на этой страничке, там все центры реабилитации в Америке и за пределами. И, знаете, вот, каждый месяц, через месяц, бывает даже на месяц, три человека уходит в вечность. Вот овердост. То есть они не хотят быть на программе и уходят. А знаете, в чем проблема? Потому что они, когда уходят, они потом принимают ту дозу, которую раньше принимали. И их организм уже не перестроенный, и они часто, вот, умирает. И мы молимся о наших детях и о этих служениях, это дорого нам служения. И я так задаю вопрос, Господи, 98-99% это люди, которые были в церквях. И родители их вот здесь в церкви или в наших церквях их благословляли, деток, чтобы Бог даровал им жизнь вечную, чтобы они были в руке Божьей. И сегодня я хотел бы, друзья мои, обратив внимание на то, друзья, зачем нам строить или посылать в Центр реабилитации, не лучше ли детей наших, которые сидят возле нас, познакомиться с Иисусом Христом и сказать, Иисус есть прекрасный, с Ним очень хорошо жить, я живу с Ним радостно, хорошо мне, в доме нашем, царством, ты видишь, как прекрасно мы живем с мужем и женой, друзья, можно так сказать или нет? О, вот здесь вопрос. Один человек подошел и говорит, я благодарю Господа, что я увидел у вас Иисуса, и вы познакомились, и я не видел никогда, чтобы вы ругали, я увидел вас, какие вы христиане в церкви, такие вы дома, такие на работе. Вот здесь вопрос, друзья мои, почему дети уходят, они не хотят быть, потому что недостойная жизнь. И потому, друзья мои, хотелось бы сказать, друзья, кто еще не был в таком духовном состоянии, как бы, в таком присутствии, может, у кого-то проблемы есть с мужем, с женой, может, дети ваши не видели света, скажите сегодня Иисус, можете даже не выходить сюда, а просто в сердце своем, Иисус, измени мое сердце, дай мне любить мою жену, дай мне любить моего мужа, даруй, чтобы наши детки увидели в нас тебя. Слава Богу! Аминь!